Казахстанцы смогут отдать свой голос на парламентских выборах в 62 странах. В консульствах и посольствах республики за рубежом открыты 77 избирательных участков. Самыми первыми проголосовали наши граждане в Японии и Южной Корее. На 258 участке в Сеуле находится наш собственный корреспондент Владислав Цой. Он на прямой связи с нашей студией. Владислав, здравствуйте. Насколько активны избиратели? Кто проголосовал первым? Добрый день, Динара. В Сеуле и Токио избирательные участки открылись в 7 часов по местному времени. Это 4 часа по Астане. В Южной Корее участковая избирательная комиссия, состоящая из сотрудников посольства, начала работу под звуки государственного гимна. Первым избирателем, пришедшим на участок, стал курсант третьего курса военно-морской академии Республики Корея Ельнур Асанов. Ему 21 год. Он приехал сюда из Шимкента. В этой стране находится 4 года. Он учится на военного переводчика. Курсант Асанов знает 5 языков. Казахский, корейский, русский, английский и испанский. Для участия в выборах руководство академии дало Ельнуру выходной на сутки. И сегодня до вечера он должен вернуться обратно в Кусан. Это город на юге Кореи, в 300 километрах от Сюла. Мы поговорили перед тем, как он проголосовал с Ельнуром. Предлагаю послушать. Конечно, скучаю уже четвертый год, так как с родными. Раньше общался практически каждый день, сейчас уже в неделю один раз, два раза. По новостям в основном я слышу сам. Или же так же я могу узнать от своих друзей, или же от своих родных. Я ожидаю, что наш Казахстан, хоть и молодое государство, эти выборы даст какие-то свои вклады в это развитие наше. Надеюсь, что и в экономическом плане наш Казахстан будет намного выше, чем сейчас. Влад, а избиратели знакомы с предвыборной программой кандидатов? Динара, для того, чтобы познакомиться с предвыборной программой, нужно было приехать в Казахстан, а это сделать сложно. Но избиратели могли познакомиться с предвыборными программами в социальных сетях и благодаря дебатам между членами партии, которые транслировались, в том числе и на нашем телеканале, на телеканале Хабар, а также в других социальных сетях. За рубежом можно проголосовать только за одну из партий. Выборов по одномандатным округам и депутатов Маслихата не будет. Для того, чтобы проголосовать в стране пребывания, то есть в Корее, нужно было заранее обратиться в свой избирательный участок и предоставить данные для включения в списки избирателей. Среди тех, кто пришел голосовать, в основном студенты и временно находящиеся в Корее. К этому часу, сейчас я уточню, сколько человек отдали свой голос. 25 человек отдали свой голос. У меня на этом пока вся информация. Студия. Влад, спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент Владислав Цой из Сеула.